РАУХА Здравствуйте! ШАЛОМ! Это по-фински он первое слово произнес, с вами поздоровался. Окей, он воскрес, и из-за того, что он воскрес, мы с вами приняли очень много. Хочу немного поделиться сегодняшним утром немного о силе воскресения. Жизнь в воскресении. Что это по-настоящему означает? Что это имеет, какое влияние для нас? Что произошло тогда, когда Иешуа на самом деле воскрес? Наша вера, она основана на Мессии, на исторической личности, который был, который жил, который умер и который воскрес. И все аспекты жизни Иешуа могут говорить нам очень сильным образом. И истина этого И это истинно является одними из самых сильнейших исторических фактов. И это истинно, потому что она требует жизни-совершенствующего ответа в вере к Иешуа. Она требует жизни-совершенствующего ответа. И у нас тогда идет, она требует нашей стиля жизни-совершенствующего ответа, нашей реакции. И мы можем обратиться к римлянам, 10 главе, стихи с 9 по 10. Читаем римлянам, 10 главу, 9, 10 стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иешуа Богом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Нам необходимо осознать, что наши взаимоотношения с Иешуа это важнейшая часть нашей ежедневной жизни. Если вы верите в Него, вы доверяете Ему, тогда вы будете хотеть делиться о Нем. Вы хотите признавать те вещи, которые Он совершил, и делиться этим. И очень важная часть этого мы можем найти в 1 Коринфянам, 15 главе, 14 стихе. И если Мессия не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. И здесь показывается о том, насколько важна вера в то, что Иешуа действительно воскрес из мертвых. И это очень важно для нас понимать это и знать, что это нам дает. И из-за нехватки времени я не смогу сегодня утром поделиться всеми аспектами того, что это в себя включает, Его воскресение. Но я хочу поделиться некоторыми вещами с вами. Первое, это из-за того, что Он воскрес из мертвых, все, кто объединены с Ним по вере, они имеют это чувство уверенности и безопасности, что они тоже воскреснут, и у них будет вечная жизнь. Перед тем, как умереть на кресте, Иешуа делился со своими учениками о том, что потом Он пойдет к Отцу приготовить обители для нас, место для нас. И Иоанна 14, глава 4. Иоанна 14, 2, 3. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять. И возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. из-за того, что Он воскрес из мертвых, мы знаем, что все Его обетования, они истины. Мы знаем, что те вещи, которые описаны в Писании, о Нем, о том, что Он совершил, о том, что Он обещал нам, они истины. Мы можем верить в них. Это может быть таким сильным основанием, на котором мы можем стоять. Вы осознаете, насколько важным это является? Если наше основание будет нехорошим, если основание вашего дома, фундамент вашего дома нехорошее, тогда дом может упасть. В духовной жизни наше основание очень важное. Потому что если у нас будет это хорошее основание, фундамент, мы будем способны устоять, когда шторм придет, когда сложные времена настанут. Когда мы столкнемся с вещами, которых мы не понимаем и которые будут сложными для нас, без этого фундамента и основания, мы будем шаткими. Мы не сможем устоять. Поэтому важно, чтобы мы понимаем, что, что Ишуа сделал, или что произошло для него, это так важно для нашей духовной жизни. И да, мы уверены, что Он пошел к Отцу готовить место для нас. И в один день мы будем с Ним там. Он придет за нами. И Он поведет нас в то, что Он приготовил для нас. Мы также знаем, что это истина из-за доказательств воскресения, того, что Он воскрес из мертвых. То, что Он воскрес, это доказательство того, что Он равен Богу. и что Господь воскресил Его на третий день. Воскресение — это был Божий план идентификации того, что Он божественный. Это было требование доказательства божественности Ишуа. Воскресение Ишуа — это Божья печать и Божьих требований. Римлянам, первая глава, стих четвертый. И открылся Сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых. А Ишуа — Мессии, Господи нашим. Нам не нужно доказывать, спорить. Нам не нужно сомневаться, простите. Мы можем быть уверены. И из-за этой уверенности мы можем вести себя правильным, соответственным образом. Из-за этого мы можем быть снаряжены силой совершать те поступки, которые своей силой мы не могли бы совершить. И Ишуа являет свою совершенную любовь к нам через то, что Он умер на кресте и воскрес снова. В Иоанна, 3 глава, 14-16 стих говорит нам, Иоанна, 3, 14-16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Воскресение также доказывает, что Господь оправдывает грешников через то, что они начинают верить в Ишуа Мессия. В Римлянам 4 глава, 25-й стих ковырят «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Наша праведность, она не основывается на нашей личной праведности. Она основывается на Его праведности. Ишуа отдал Свою жизнь как выкуп за нас. И из-за того, что Ишуа воскрес, мы знаем, что Бог, Он истинен в Своих обетованиях, И воскресение доказывает, что Ишуа был тем, который может привести нас во взаимоотношения с Отцом, вернуть эти взаимоотношения. Воскресение Мессии также доказывает, что верующие, для верующих это жизненно важно единство и объединение с Ишу Спасителем. Галатам, 2 глава, 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Мессия, а что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Что это означает, что Он живет во мне? Понимаем ли мы по-настоящему это? Понимаем ли мы, что это сила, которая может производить в нас, работать в нас? Понимаем ли мы, что через тот факт, что Он воскрес из мертвых? Давайте задумаемся на секундочку. Сила воскресения. Можете вы себе ее представить? Эту силу. Можете ли вы представить, как это работает? Чего стоит поднять кого-то из смерти? Какова должна быть эта сила? Это не... Это творящая сила, созидающая. Мы должны понимать тот факт, что если мы принимаем Ешуа в нашу жизнь, если мы создаем место для Него, тогда Он приходит и живет в нас. Это то, что я хочу, чтобы вы по-настоящему поняли сегодня утром. Из-за этого воскресения есть возможность, что Он может прийти и жить в вас. Резуррекция — жизнь. Воскресение. Внутри каждого вас. Сила, которая принадлежит этому воскресению. Я знаю, что Он может жить во мне. Я знаю, что Он может жить во мне. Это дает нам уверенность в вечной жизни. В Иоанна 6 главе 37-40 стих. Иоанна 6 глава 37-40. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день». Он хочет прикоснуться к жизни каждого из нас через эту силу воскресения. из-за того, что Мессия живой, мы тоже можем жить. Понимание этого является ключом в ваших взаимоотношениях с Ним. И это ключ к тому, чтобы принять силу, которую Он хочет высвободить в вашей жизни. И ваша жизнь более не должна быть ведома только вами. Другими словами, вы больше не должны оставаться в контроле над своей жизнью. Он должен быть в контроле. Он должен быть тем, кто ведет и направляет вас. Он должен быть тем, кто ведет вас вперед в духовную и сильную жизнь. Многие из нас пропускают многое в своей духовной жизни, упускают из-за того, что не позволяют Богу быть в контроле над всем. Мы хотим оставаться быть в контроле. Мы хотим говорить, как это должно работать. Но если мы только позволим Ему, Он может вывести нас в абсолютно новые места и уровни. Места, где мы можем видеть вещи в нашей жизни, которые казались ранее невозможными. Потому что Он был воскресен из мертвых. Наша вся жизнь может быть полностью обновлена. Она может быть, другими словами, пересоздана, если хотите. И она может стать чем-то очень сильным. в руках Божьих. И воскресение дает нам уверенность, что у нас есть победа в нашей ежедневной жизни. Как это происходит? Это происходит от понимания, что мы ходим в единстве с Ним и что Он живет в нас. И Он может проживать через наши жизни. Понимаете ли вы это? Понимаете ли вы, что это может означать для вас? Очень часто мы пропускаем победу, упускаем ее, из-за того, что не позволяем Ешуа быть в контроле нашей жизни. Победа в нашей жизни, она может быть только из-за Его воскресения. Победа над сложностями. Победа над вещами, которые тянут нас вниз. Мы можем быть победителями через то, что позволяет Ему жить через нас, в нас. Он дал нам самого себя, чтобы мы жили Его жизнь через нас. Но вопрос вот в чем. Переживаем ли это мы в нашей ежедневной жизни? Переживаем ли мы силу Божью, которая движется через нас и в нас? Переживаем ли мы ту силу, что Бог может двигаться даже больше, чем наше представление, наши фантазии? Или мы постоянно падаем вниз от тех вещей, которые придавливают нас, с которыми мы сталкиваемся? Я хочу прожить жизнь, которая наполнена Им. Я хочу позволить Ему использовать Меня могущественно. Я хочу, чтобы Он прикасался к жизням людей, когда я молюсь или когда я служу. И это есть возможным только из-за Его воскресения. Эта сила, которая была высвобождена Богом через воскресение, может жить в каждом из вас. Верите ли вы в это? Верите ли вы в это? Вы должны верить и доверять Ему. Эта сила, те возможности могут двигать вас гораздо дальше, чем вы можете себе представить. У нас есть сверхъестественная Сила, выданная нам, способная, из-за того, что Он воскрес из мертвых и потому, что Он может жить в нас. Вопрос в том, позволяете ли Вы Ему жить в вас? В Римлянам 6, 4 стих, «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Мессия воскрес из мертвых, славой у Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Жизнь, в которой могут происходить чудеса. Жизнь, в которой Бог может наполнить вас с силою. Я должен кое-чем поделиться с вами, что может выглядеть противоположным. И этим утром я проснулся, и мне было очень сильно больно, что я практически не мог ходить. Но я понимаю, что Он живет во мне, и Он может дать мне силу и укрепить меня, чтобы я мог продвигаться вперед в Нем. Потому что это не касается меня, это не от меня зависит. Мое физическое тело может быть слабое, но мое духовное тело может быть наполнено полнотой Его силы воскресения. Я знаю, что Он может исцелить. Я молюсь годами за исцеление. Я видел, как Бог исцелял многих других людей. Я видел, как Бог спас меня из смерти. Но также я знаю, что Бог иногда использует такие вещи в наших жизнях, чтобы удержать нас от гордости. и чтобы мы отдали всю славу Ему. Я стою здесь сегодня перед вами потому что Он силен. Потому что из-за Его способностей. потому что Он живет во мне. В Его воскресенном теле Он сейчас восседает по правую руку Отца. Ешуа восседает. И с того места Он ходатайствует за каждого из нас. Он постоянно возносит молитвы за нас. Он постоянно приносит нас перед трону Господа Отца. Он постоянно желает говорить с нами. Он желает ободрять нас. Он хочет бросить нам вызов. Знаете, что такое провокация бросить вызов? Если вот Он здесь стоит и я хочу, чтобы Он двигался, я могу попросить Его но может Он не захочет. Может Ему удобно там, где Он сейчас находится. Но если Бог хочет, чтобы вы все-таки двигались, Он найдет путь. И Он спровоцирует вас двигаться. И Он использует такие разные вещи в наших жизнях чтобы мы двигались в том направлении, в котором Он хочет, чтобы мы двигались. И Евреям 7 глава 25 стих. Евреям 7.25 посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них. Когда мы приходим перед Богом, когда мы начинаем молиться, Он начинает молиться с нами. Вы когда-нибудь думали об этом? Когда вы начинаете молиться, И что Он начинает молиться с вами? Чтобы укрепить вас. Чтобы укрепить то, что в вас. Мы живем во времена, когда мы можем забыть о той силе, которую Бог может высвободить. Его сила воскресения может жить в нас. Из-за того, что Мессия, Он живой сегодня, У Него есть та же надежда воскресения. И та же сила воскресения. И когда мы взываем к Его имени, мы можем принять от Него то, в чем есть у нас нужда. То, что будет менять нас в Его подобие и в Его образ. Сила воскресения. Это также сила на исцеление. Исцелять нас физически, но также приносить исцеление в наши сердца. Готовы ли вы принимать то, что у Бога есть сегодня для вас? Жаждете ли вы войти в Его присутствие? Пережить силу, которая Его воскресила? Однажды мы будем полностью похожи на Него. И может быть, это и не сегодня. Но однажды это случится. Но сегодня я верю, что Господь хочет прикоснуться ко многим сердцам. Я хочу дать вам немножко времени чтобы помолиться. Чтобы мы могли принять то, что Он имеет для нас. Но перед тем, как мы сделаем это, можно попросить музыкантов кое-что для меня сделать? Певцы, музыканты. Сегодня все утро один псалом был у меня в разуме. И я уверен, что вы его знаете. Когда мы будем петь, давайте вспомним, кто Он есть. И что Он сделал. И что Он может еще сделать. Он может прикоснуться к вашим жизням сегодня. Вы можете пережить эту силу воскресения. Вы можете пережить, что Он приносит изменения в вашей жизни. Вы можете пережить, что Он приносит изменения Вы можете осознать, что Он делает все новым. Есть ли желание в ваших сердцах?